привет всем ухлеванет сейчас совсем скоро пока у меня ком все еще восстанавливается запишу так короткую мысль замечательная демонстрация произошла буквально вот вчера есть такое популярное мнение что многие даже вполне официальные лица этого придерживаться типа сейчас мы запретим аборты и вот сколько у нас было абортов считают допустим там за прошлый год было не за там за 10 лет было там 20 миллионов абортов сейчас мы аборты запретим и у нас резко прибавится 20 миллионов человек типа то есть они все аборты считают как будто это не родившиеся люди что естественно полная глупость вот буквально вчерашняя новость из сша сша как вы знаете только что состоялся пересмотр дело в верховном суде от этого роа версус вейт где в общем практически ну очень сильно ограничивают накидывают такой серьезных прикручивают витиль абортом как вы думаете что первое случилось еще даже по моему решение окончательно финализировано его еще с федерального уровня не транслировали наш на уровень штатов знаете что случилось в 10 раз примерно возросла возрос поток тех кто идет на вазоктомию в 10 раз человек на которой подписан он там свежую статью разбирает говорит что во-первых средняя клиника которая этим занимается делает примерно то есть там один один врач этим занимается они ну раньше не думали о том что понадобится такое число врачей в общем в один врач один врач делает примерно где 10 операций в час в час 10 операций то есть видимо подготовку делать какой-то персонал потом приходит врач делает операцию за там свою часть делает на этом операция заканчивается и вторую вещь которую он сообщает что подавляющее большинство тех кто звонит в эти клинике и устанавливает то есть договаривается о цене дате времени это женщины то есть переводе на русский никакого резкого прироста рождаемости вдруг не начинается начинается всего лишь навсего миграция или конверсия из одних методов контрацепции в другие методы контрацепции вот и все и даже в этой ситуации видно что даже когда речь идет о мужской контрацепции заведует ей в семье все равно женщина женщина заведует ну никуда не денешься то есть это мужи это женщины жены отправляют своих мужей там ну или там подруги байфрендов отправляют их в эту клинику чтобы сделать то что нужно сделать а в отличие от аборта который можно сделать 10 раз там и больше если здоровье позволяет пазиктомию мужчине можно сделать только один раз то есть одна операция все этот человек исключился навсегда из воспроизводства ну там есть операция восстановления она очень сложная дорогая и никому не гарантируется вот собственно все что нужно понимать про про ограничение абортов то есть никакого роста рождаемости не произойдет если кто-то и хочет даже теоретически начать такой таким образом там растить рождаемость то придется все методы контрацепции нужно будет запретить или ограничить то есть не только аборты но и барьерные контрацептивы и оральные контрацептивы и в том числе даже и операции по мужской теме и кто вдруг не знает у нас в стране они уже заранее ограничены правда не сильно у нас ограничены мужчине должно быть либо больше 30 лет либо у него должно быть уже двое детей в этом случае ему типа операции разрешается то есть на самом деле наши товарищи заранее сказать заглянули в эту тему и уже ограничили и можно вполне спокойно ждать что если у нас например тема абортов прикрутят то есть ограничить как-то сильные по закону то первое что случится произойдет миграция на другие способы контрацепции соответственно за этим скорее всего поскольку у нас начальство думает только одним образом она по-другому не умеет она начнет столбить все остальные методы контрацепции тоже то есть рано или поздно им видимо тоже будут прикручивать фитиль даже когда им всем прикрутят фитиль все равно не произойдет никакого взрывного роста рождаемости не будет конвертации всех типов прошлых абортов в рождаемости этого не будет никогда если даже запретят все вообще вообще все запретят нет ни одного вы пришли в аптеку и там нет ни одного средства контрацепции это всего лишь будет значить что люди перейдут на народные средства вот и все есть там усложнят календарный метод усложнят температурные методы усложнят там вот я помню я переводил фильм там мути религиозные товарищи упоминали какой то есть там сложный такой метод там свой я честно не знаю в чем он заключается на это какая-то разновидность календарного метода все это будет просто развито усиленно прибавлено бабушкины рецепты эти все кончится никакого всплеска рождаемости не будет почему банально почему потому что ограничение рождаемости это следствие они причина с причиной никто бороться как не собирался так и не собирается пока